Мед Многие люди хотят стать пчеловодами и иногда они не понимают, нужно им это или нет. Поэтому для этого нужно сначала определиться. Можно им заниматься пчелами или нет? Это первое, это совместимость пчелиного яда к их организму. Потому что бывает так, что сильная аллергия у них. Ну, если аллергии как таковой нет, то сначала нужно приобрести весь необходимый инвентарь, который нужен для пчел, для пчеловодства. То есть самое основное и самое простое. Щетка служит для сметания пчел с рамок. Если мы делаем осмотр гнезда, иногда пчелы выходят за улей. Поэтому, чтобы мы их не покалечили, мы их сметаем. То есть щетка должна быть мягкой, чтобы не покалечить крылышки, ножки пчелы. Стамеска служит для отсоединения рамок от гнезда. Так как пчелы очень сильно прополисуют это. И обычно руками взять это неудобно или требуется больших усилий. Также стамеской можно собирать прополис. Пчелы прополисуют их. И вот таким движением, я вам покажу, как это делается. То есть можно собирать прополис. Пасечный нож нужен для обрезки либо неправильных сот, либо для обрезки трутней. То есть мы контролируем их выводок. Также пасечным ножом распечатываются соты. Следующее очень важное для пчеловода – это дымарь. То есть он служит для задымления пчел. Многие считают, что дым успокаивает пчел. Но это не так. Просто дым переключает пчел на забирание меда. То есть это инстинкт у них еще с давних времен. При горении лесов пчелы, чувствуя дым, набрасывались на мед, набирали в зобик и улетали. Тем самым они как бы спасали свою гнезду. Следующий этап – это защита тела от ужаливания пчел. Поэтому мы одеваем маску. То есть так предохраняем свое лицо от укусов пчел, чтобы они нас не жалили. Это является инвентарь как начинающего, так и опытного пчеловода. И игнорировать этими вещами не нужно. Ошибка номер два – неправильная расстановка у лев. Если вы решили устанавливать, заводить пчел и определились с местом, потому что место должно быть где-то в тихом уголке. Это может быть сад, это может быть конец дачного участка, где не сильно солнце, где может быть деревья, кустарники. То есть тихий уголок. Пчел ставят, улья ставят на подставку. Где-то примерно полтора-два метра от другого улья. То есть с ними удобнее будут работать. Соседние ульи служат столом. Можно поставить какой-то инвентарь. Ну что, можем поставить ульи сразу же. Все это нужно делать заранее, чтобы улей уже был готов, стоял. Не допускается перекоса улья, потому что если улей наклонен в левую или в правую сторону, пчелы неправильно отстраивают соты. Поэтому улей должен быть стоять ровно. Или литок, литковая сторона должна быть немножко наклонена вниз, что позволяет дождю осадкам скатываться вниз. На ульи прибиваются литковые загородители. На верхний, на нижний. Также можно прикрутить ручки ульевые, скреп-защелки, для того, чтобы дно не отходило при переносе ульи. Дно должно быть в улье съемное, что позволяет рано весной отсоединить дно и дно почистить против пчелиного мусора, чтобы пчел разгрузить работой. Улей нужно устанавливать литком на восток, юго-восток, запад, запад-всот, но не на северную сторону. С восточной, юго-восточной стороны устанавливают литки, для того, чтобы пчелы пораньше увидели солнце. Тогда пчелы начинают работать раньше и заканчивают работу позже. Тогда рабочий день у них увеличивается, естественно, и принос меда в таких ульях больше. Все это устанавливать улья, литковые загородители, ручки прикручивать, это нужно делать, когда в улье нет пчел. То есть вы это все подготовили, вы это все установили, теперь можно заводить пчел, можно их, как говорится, заселять. Ошибка номер три – уничтожение трутней. Некоторые люди думают, что приобретя пчел и установив его на своем участке, они уже будут с медом. Это мне не ошибочно, потому что пчелиная семья требует ухода, как и любое сельскохозяйственное животное. Единственное, что нужно, нужно понимать биологию этой семьи. То есть для чего там нужны пчелы, для чего нужны трутни, для чего нужны маты. Потому что пчелиная семья – это тоже большой организм, который питается, которому нужен корм, вода, тепло, воздух. Пчелиная семья за год съедает около 120 килограмм меда и около 30 килограмм пыльцы. Пчелиная семья – очень большая семья. Это, можно сказать, это не семья, это страна. Матка – это главная особь вулии. Как правило, она вулии находится одна. Задача ее – откладывать яйца. То есть чем плодовитей матка, тем сильнее семья. Матка в сутки откладывает около 2000 яиц. Пчелы – это самая многочисленная особь вулии. Их около в летний период 40-60 тысяч особей. Пчела живет в среднем около 45 дней. Потом пчела погибает. Трутни – это мужская особь пчел, которая выполняет функцию только для оплодотворения матки. В чужой улей пчелы не пускают других пчел. А трутни могут в летний период летать в любой улей, где он, где ему вздумается. Поэтому трутни мигрируют. Родившись в этом улей, он может преодолевать в день расстояние до 50 километров. Пчелинная семья – это сложный организм. Такой огромный организм. Поэтому нужно понимать суть этого организма, смысл. То есть нужно знать, как живет каждая особь. И не стараться уничтожать, например, трутней, потому что они вот такие, как говорится, прожорливые и едят только мед. Это мнение тоже очень ошибочное. То есть если пчелы завели трутней, в улей их должно быть около, ну, несколько сотен. То есть сокращать их нужно, но не в таком сильном объеме, как многие пчеловоды думают, что нужно все сократить их. Если в улье не будет трутней, то пчелы тоже очень плохо работают на медосборе. Ошибка номер четыре – неправильная транспортировка пчелопакета. Вы решили обзавестись пчел. Подумайте сначала, какую породу вы бы хотели приобрести. Дело в том, что в нашем регионе, в Московской области, там, где зимы суровые, выживают не все породы пчел. То есть самая выносливая, самая жизнеспособная – это считается среднерусская порода. Это самая, можно сказать, одна из сильных пород пчел. Единственный ее недостаток – она очень агрессивная. Ну, сейчас я вам покажу, как приобретаются пчелы, как они упаковываются. Упаковываются они вот в такие ящики. То есть тут, в данный момент, в этом ящике можно содержать два пчелопакета по четыре рамки. Пчел нужно приобретать у людей, которые находятся за 15-20 километров от вашего участка, где будут находиться пчелы. Почему? Потому что вся летная пчела, которая находится в улье, она летает в радиусе 10 километров. И поэтому, если расстояние будет ближе 10 километров, вся летная пчела вернется в старый улей. То есть улетит от вас. То есть это у нас отводок. Мы его снимаем. Обязательно нужно посмотреть, есть ли в наличии матка. Матка в наличии есть. Искать ее не обязательно, потому что есть расплод, есть яйцо однодневное, двухдневное. И маточников нет. Матка, вот, обратили внимание, она меченая. Ее специально помечают краской, чтобы легче было обнаружить ее носоки. Также легче контролировать ее возраст. Потому что матки свыше двух лет, они уже менее продуктивные, меньше откладывают яиц. Поэтому и семья, продуктивность семьи снижается. Поэтому ее метят. В данный момент, в этом году матки у нас желтого цвета. На следующий год матки будут зеленого цвета. Еще через год матки будут красного цвета. Сейчас мы заполним наш пчелопакет рамками. Рамки должны входить плотно, чтобы они не болтались при транспортировке. Поэтому, если есть какой-то промежуток между рамками, одна из рамок просто прихватывается или прибивается гвоздиками. И закрывается. И так же самая крышечка прибивается гвоздиками или саморезами. Все, один пчелопакет готов к транспортировке. Транспортировать его можно на большие расстояния. Самое главное, чтобы здесь был воздух, то есть сетка вентиляционная. Потому что при транспортировке пчелы очень сильно тревожатся. Из-за этого они потребляют большое количество корма. И у них температура в гнезде повышается. И может повыситься до такой степени, что плавится воск, срывается с рамок. И семья погибает. Называется это запаривание пчел. Пчелопакеты, как правило, формируются вечером. Когда большая часть летных пчел находится уже в улей. Если вы хотите перевозить улей непосредственно вместе с пчелами, то делать это нужно ночью. Когда вся летная пчела возвратилась в улей, летки закрываются, сверху стелится москитная сетка на гнездо, крепится она, чтобы не слетела. И в таком открытом виде это все перевозится. Ошибка номер пять – неправильное объединение семей. Бывают случаи, когда пчеловод по неопытности, по неосторожности, осматривая гнездо, нечаянно придавил матку. То есть, или она вывелась. И при оплодотворении она вылетела и не вернулась. Потому что у пчел тоже бывает вредитель. То есть, семья осталась без матки. Семья без матки обречена на гибель. Поэтому пчеловод должен сам помочь этой семье восстановить. Либо он подставляет ей другую матку, либо если семья слабая, а у него есть отводок, или пчелопакет он приобрел с плодной маткой, можно объединить семью вместе с пчелопакетом. Тем самым мы объединяем не только матку, но и пчел. Сейчас примерно покажем, как это делается. Это способ такой, можно сказать, дедовский. То есть, мы берем обычную семью, снимаем с нее холстик. Вот здесь у нас прополисные решетки. Нижняя семья у нас без матки, она осиротевшая. Другую матку вывести она уже не в состоянии, не может. Поэтому мы ее объединяем. Если мы будем объединять ее сразу, пчелы будут друг к другу враждебно относиться и могут друг друга, короче, поубивать. Так же самое и уничтожить матку. Чтобы этого не случилось, мы объединяем ее постепенно. Что мы делаем? Мы сверху гнезда стелим газету. И сверху ставим корпус. Вот таким вот способом мы объединяем семьи. Пчелы со временем, с этой и с другой стороны, с нижней и с верхней, газету прогрызают и объединяются. Через 2-3 дня мы уже обвырзанную газету достаем, вынимаем. И семья у нас через 2-3 дня объединится. Этот способ самый быстрый и самый легкий. То есть не затрачивает большого времени. Если объединение будет происходить, можно сказать, неаккуратно или безалаберно, то погибнет и нижняя семья, и верхняя отводок, которые мы объединяем. Сильная семья принесет меда в 2 раза больше, чем 2 по отдельно слабой семьи. Поэтому гнаться за количеством семей не надо. Лучше пускай семей будет мало, но более качественной и сильной. Ошибка номер 6 – далекое расположение медоносов. Перед тем, как завести пчел, сделайте вкратце анализ своей местности. Какие деревья произрастают, сколько их. Ну, в принципе, сделать это нетрудно. Медоносы должны быть нектароносные, пыльценосные, потому что пыльца тоже нужна пчелам. Также хорошо, когда на участке, ну, в радиусе 3 километров, очень много произрастает фруктовых деревьев. Произрастает липа, клён астролистный. Полевые цветы – это травы, это клевер, это донник. Если есть сельскохозяйственные угодья, то есть это гречиха, это может быть подсолнечник. Многие обращали внимание, когда цветет яблоня, на ней появляется много завязей, молодых яблочек, а потом со временем они не дозревают, а опадают. Это говорит о том, что опыление было некачественным, то есть яблоня опылилась сама по себе, то есть это не было перекрестным опылением. Поэтому в сельском хозяйстве, где есть фруктовые сады, вывозят специально для опыления именно этих фруктовых деревьев, именно пчел. Благодаря этому урожайность повышается в 14 раз. Пчела летает в радиусе 10-15 километров, но если медоносные растения находятся в радиусе 3 километров, то и обильно цветут, то считайте, что вы будете с медом. Так как пчела летает на далекое расстояние и набирает полный зобик меда, но в процессе полета она этот мед поедает. Поэтому чем дальше расстояние до медоносов, тем меньше меда она принесет. Ошибка номер 7 – неправильная расстановка рамок. Я вам покажу, как неправильно помещают рой в улей, и что потом получается из него очень впоследствии. Значит, когда рой развивался, нужно было постепенно добавлять ему рамки. Рамки не были добавлены, а семья разрасталась. Поэтому вот на такую кормушку пчелы оттянули вот такой, он называется, язык. Вот это ошибка именно пчеловода, что он вовремя не подставил рамки. Так, сейчас мы этот язык будем убирать. Естественно, пчелы будут немножко злиться, поэтому мы одеваем маску. Стряхивать нужно аккуратно, стряхивать нужно над гнездом, потому что пчелы есть летные и нелетные. Если пчела нелетная, она летать не умеет пока, она еще молодая. Поэтому нужно это сметать над гнездом, чтобы пчела не погибла. Ну, это ошибка сладкая, поэтому это можно употребить. Но какой минус в этой ошибке, это большой минус. То есть пчелы отстроили два языка. А так бы они могли отстроить две сотовые рамки, то есть которые нам сослужили бы пользу несколько лет. А так это придется просто съесть и переработать на воск. Продолжение следует... Все, кормушку мы освободили, то есть можем поставить ее в улей. Пчелы уже отстраивать ее не будут. По крайней мере, мы не допустим этого. Ошибка номер восемь – сохранение падевого меда на зиму. В конце лета самая главная задача для пчеловодов – это нарастить молодых пчел в зиму. То есть зимних пчел. Так как летние пчелы живут 40-45 дней, а зимняя пчела должна прожить хотя бы 6-7 месяцев, для того, чтобы перезимовать и воспитать расплод уже для весны. Очень часто в осенний период, когда пчелы заготавливают мед, взятка практически уже нет. Стоит сухая и жаркая погода, но и пчелы начинают собирать падевый мед. Это мед, который выделяет тля. Это и называется падевый мед. В зиму его оставлять не нужно, так как у пчел развивается болезнь назематоз, в народе называется понос. И пчелы обычно до зимы не доживают. То есть они не могут дотерпеть до весны и испражняются прямо в улей. Так как мед у них грязный, испачканный, пчелы этот мед не поедают. Поэтому они после этого просто погибают с голоду. Ну, для этого, чтобы не произошло, пчелам нужно давать подкормку. Хотя бы для того, чтобы концентрацию этого падевого меда уменьшить. Ошибка номер девять – недостаток корма зимой. В данный момент мы подготавливаем семьи к зимовке. Мы забрали у них верхние корпуса, оставили только гнездовые. Сейчас мы им даем подкормку, чтобы побудить матку на откладку яиц, чтобы выводились как можно больше молодых зимних пчел. Поэтому мы им даем кормушку, в кормушку наливаем сахарный сироп. Это потолочная кормушка, двухлитровая, очень удобно. То есть мы сюда заливаем сироп. А со второй половинки отсюда пчелы, вот они, они здесь кормятся. Корм пчелам нужно набирать столько, чтобы пчелы могли за день его забрать. Если мы дадим корма больше нормы, сироп у нас закиснет и забродит. И пчелы его впоследствии брать не будут, не будут. И он испортится. Если корма в улье будет недостаточно, то большой шанс, что пчелы до весны не доживут. Поэтому в лучшем случае, если вы не уверены в своих кормовых запасах в ваших семьях, то лучше всё-таки дать подкормку. То есть тем самым это стимулирует яйценоскость матки. С подкормкой можно давать всякие лекарства, делать профилактику против болезней. То есть что немаловажно. Ошибка номер 10. Неправильная зимовка улья. Зимовка пчел на улице имеет свои плюсы и минусы. Плюсы это в том, что не нужно ничего затрачивать. Пчелы где находятся, там и находятся. Пчелы имеют возможность сделать последний очистительный облёт осенью. Либо рано весной, если будет солнышко, тёплая погода, они могут раньше облететься. Пчелы не боятся холода. Пчелы боятся голода, болезней. И чтобы этого не произошло, семьи не надо сильно утеплять. Если в улье достаточно корма, то пчелы, сам мёд имеет большую теплоёмкость. Он сам держит в себе тепло. И постепенно пчелам это отдаёт. Дело в том, что пчелы, поедая мёд, интенсивно дышат и выделяют углекислый газ. Этот углекислый газ должен с улья уходить. Поэтому на зиму мы открываем два литка. Как нижний, так и верхний. Температура в улье в зимний период около 25-30 градусов. Это в центре клуба. Когда в конце зимы, в начале весны появляется расплод, то есть матка начинает откладывать яйца, на улице ещё минус 10 градусов, но температура в улье повышается. В отличие от других животных, пчелы не впадают в симбиоз или в спячку. Пчелы никогда не спят. Они просто имеют такой малоактивный образ жизни. Если в зимний период вы посмотрите, и мы ульи можем приоткрыть, то они там себя хорошо чувствуют, живут, гудят и так далее. Итак, если вы собираетесь заготавливать собственный мёд, постарайтесь с большим вниманием отнестись к каждой из 10 ошибок. Мы обсудили 10 основных ошибок по пчеловодству. В принципе, ошибок бывает больше, но мы обсудили самые основные. Я надеюсь, что эти ошибки у вас повторяться не будут. Желаю вам сильных семей и много мёда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова